Всем привет! Сегодня я покажу вам, как принимать звонки, читать твиттер и даже просматривать входящую почту с помощью часов. Знаю, звучит это как минимум странно, однако всё это и многое другое с лёгкостью вы сможете сделать при помощи Sony SmartWatch. Если хотите узнать, как такое вообще возможно, то усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Героем сегодняшнего обзора стали часы. И не какие-нибудь бестолковые роликсы, а умные часы от компании Sony. Пока Apple ведёт разработки своих iWatch, а Apple филы вовсю пускают в ход свою буйную фантазию, пытаясь угадать, на что же они будут способны и как будут выглядеть, компания Sony уже вовсю продаёт свои умные часы. Как раз один из таких хронометров попал к нам в офис, и мы спешим представить вашему вниманию обзор. Итак, в коробке вместе с SmartWatch вы найдёте резиновый ремешок на руку, USB кабель для зарядки и металлический адаптер с двумя шарнирами для крепления стандартных 20-мм браслетов. Теперь посмотрим на внешний вид девайса. Задняя часть часов выполнена из пластика. В роли крепления выступает прищепка. Она не слишком тугая, однако за всё время эксплуатации часов она у меня ни разу не соскакивала с ремешка. Есть опасения, что если нацепить часы на одежду, то крепко держаться они вряд ли будут и рано или поздно свалятся. Всю переднюю поверхность SmartWatch занимает сенсорный экран, который прикрыт защитным стеклом и обрамлён металлическим ободком. На ободке справа торца находится многофункциональная кнопка, над экраном есть логотип Sony, а справа от экрана спрятался датчик освещения. Раз уж речь зашла об экране, то стоит отметить, что он у SmartWatch обладает диагональю 1,3 дюйма, имеет небольшое разрешение 128 на 128 пикселей и не особо качественную OLED-матрицу, которая призвана экономить заряд аккумулятора. К слову скажу, что от одного заряда часы у меня более трёх дней не держались, и тут же хочу выразить своё негодование по поводу разъёма, через который происходит зарядка. Он у SmartWatch проприетарный, а его габариты сравнимы с microUSB. Такое решение непонятно, так как место на девайсе не особо удалось сэкономить, а головной боли с кабелем зарядки добавили. Кабель придётся таскать с собой везде и всегда. К минусам также стоит отнести и не слишком качественный экран, который имеет малую плотность пикселей и к тому же ещё и слепнет на солнце, так что порой становится достаточно сложно рассмотреть время. С внешним видом мы закончили. Теперь посмотрим на часа от Sony в работе. Первое, что нужно сделать после включения SmartWatch, это установить сопряжение с телефоном, так как без этого SmartWatch абсолютно бесполезны, они даже время вам показать не смогут. Итак, чтобы всё работало как надо, рекомендую перед покупкой часов сходить на сайт Sony и посмотреть, есть ли ваш смартфон в списке поддерживаемых. Если ваше устройство поддерживается, то смело двигайте в Google Play и ставьте оттуда приложение LifeWare и SmartWatch. После этого включаем на смартфоне режим обнаружения другими устройствами и зажимаем кнопку включения на часах и держим её до тех пор, пока не появится картинка, сигнализирующая о том, что часы готовы к сопряжению. Часы мы со смартфоном подружили, теперь пора их настроить. Все основные настройки управления функциями часов производятся со смартфона через утилитку SmartWatch. Она достаточно проста в обращении, а её первый пункт – приложение – самый основной, так как через этот пункт можно осуществить настройку приложений для часов. Самые нужные и полезные из них установить прямо из этого меню. А если вам потребуется что-то особенное или то, чего нет в этом списке, например, тот же app для Gmail, в таком случае милости просим в PlayMarket. Там можно найти великое множество разнообразных программ для смартфона. Теперь всё, что касается непосредственно функций часов и отображения времени. Смартфон умеет отображать время в трёх вариантах. Это крупные энергосберегающие цифровые часы с днём неделей и числом внизу, маленькие цифровые часы и аналоговые часы с двумя стрелками. Два последних варианта смарт-вотч показывает до тех пор, пока распознаёт движение руки. С вотч-функциями мы, пожалуй, разобрались. Теперь перейдём к смарт-функциям. Во-первых, пару слов об управлении. Оно завязано на использовании сенсорного экрана и всего лишь одной кнопки. Кнопка, как я уже говорил, многофункциональна. Она включает и выключает девайс, служит для сопряжения с телефоном и в то же время играет роль некоего аналога кнопки Home в современных смартфонах. То есть из любого меню вы сможете попасть на экран со временем, просто нажав эту кнопку. Повторное нажатие приведёт к меню, в котором отображаются виджеты. Их можно перелистывать свайпами вправо и влево. А свайпом снизу вверх можно открыть меню со всеми установленными приложениями. Если тапнуть по одному из значков, приложение откроется. Чтобы вернуться на уровень выше, достаточно мультитать жеста щипок. А теперь, собственно, личные впечатления от Sony SmartWatch. Очень полезной мне показалась возможность отображать часто используемые приложения в качестве виджетов. Вот, например, погода. Ставим галочку «Отображать как виджет» и настраиваем нужные параметры, такие как местоположение и частоту обновления. Теперь, когда вы захотите узнать погоду, просто дважды щёлкните по кнопке на часах. Ещё мне очень понравилось читать твиттер, не доставая телефон из кармана. А переключать треки и регулировать громкость в проигрывателе – это вообще нереально удобно. А если вы в очередной раз потеряли свой телефон, то SmartWatch поможет найти его. Функция поиска телефона заставит его издавать опознавательные звуки. Отдельного внимания заслуживает связка SmartWatch, Bluetooth гарнитура и смартфон. Такое сочетание позволяет очень удобно совершать и принимать звонки. Для того, чтобы, например, набрать нужный номер, заходим в записную книгу через часы и выбираем нужный нам контакт. Выбрать можно и в избранных, чтобы не перелистывать всю книгу. При входящем звонке помимо имени звонящего на часах отображается только кнопка «Отбоя вызова» и кнопка «Отключение звука». Подводя итог, скажу, что девайс от Sony мне понравился, несмотря на ряд недостатков, таких как неважный дисплей, цену под 5000 рублей, короткое время автономной работы и еще, ко всему прочему, разъем для зарядки, под который нужно с собой везде таскать специальный кабель. Единственное, чем можно оправдать некоторые недостатки, это то, что смартфотч является, пожалуй, первым и пока единственным подобным устройством, доступным сейчас на российском рынке. А вот потенциал у такого рода устройств огромный, и дальнейшее развитие таких гаджетов принесет нам еще много интересных возможностей. А что бы вы добавили в Sony смартфотч и какая функция была бы для вас наиболее важной? Поделитесь своим мнением в комментариях, а после подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, если видео вам понравилось, и приходите к нам в социалочке. Пока-пока!